здравствуйте с вами снова канал вероника поливкина уважаемые конкурсанты что же вы со мной делаете да и не только со мной я просто потеряла покой так как ваши идеи настолько заразительны что хочется непременно попробовать использовать их у себя в саду ведь мы видим не просто образ картинку а улавливаем именно идею как сделать что-то красивое или полезное для сада да еще и не особо потратиться при этом какое удовольствие получать письма со всего света на полные безграничной любовью к своему саду и желанием поделиться находками с другими уважаемые зрители наше самое справедливое жюри держитесь работы все прибывают и расслабляться нельзя надеюсь что вашего внимания хватит на всех так как ролики выходят не в один день то естественно на момент окончания конкурса просмотров и соответственно оценок будет разное количество это не беда ведь победитель будет в каждой десятке свой а потом лучших из каждой группы мы объединим финальный тур ну а те кто не в теме посмотрите ролик о конкурсе сам себе дизайнер ссылка есть под этим видео итак мы начинаем путешествие по садам четвертой десятки елена сад который находится под севастополем заметила что южные дачники у нас мало представлено и решила это исправить ее даче восемь лет купили развалюху в деревне пока оформляли документы ураган унес крышу и началась стройка многое делали сами многому научились ирина открыла для себя мозаику из битой керамической плитки и гальки как возможность сделать свой дом неповторимым ее гордость это дорожка от калитки к дому мозаичные плитки делали в городской квартире на балконе всю зиму а весной уложили их на подготовленную поверхность имитации камней тоже сделано вручную в целлофановые пакеты накладывался раствор и формировался в виде камней я тоже такой технологии слышала руки никак не дойдут попробовать что-то сейчас ирина бы сделала по-другому например под дорожку положила бы геотекстиль так как замучила трава но как говорится тот не ошибается кто ничего не делает сразу видно как хозяйка любит свой сад и не представляет жизнь без него и всем желает найти свой сад арина глущенко живет симферополе а дача располагается в очень живописном месте за симферополем в каменной балке тубай по-другому ее еще называют сухая балка в разных условиях разводят свои сады наши конкурсанты но с одинаковым упорством три года назад семья арины приобрела дачу в крайне запущенном виде да и земля на участке оказалась совершенно неплодородной и каменистой наковырялась двух соток камней на хороший камаз но вывозить все это добро было дорого так что решила применять бут там же на месте вот и принялась лепить из известняка все что приходило на ум сама арина коренная крымчанка сейчас у них сможем есть два водоема один совсем болотца пленочная но уже успел создать свою экосистему и в нем даже завелись маленькие жабки в настоящее время работают над вторым но пока он еще не в завершенном виде и на конкурс ему рановато у марины вахниной проживающий в городе чехов подмосковье своя история ей повезло что работа рядом и на летний период можно переехать из квартиры жить на дачу скоро будет пять лет как был приобретен участок величиной семь соток сначала марина не хотела сажать ни огород ни цветы видела как мама сидит постоянно в грядках и ей было ее просто жалко помогала конечно но через силу не нравилось купили себе с мужем участок чтобы отдыхать построили сарайчик в котором сделали ремонт только на сарайчик этот домик уже мало чем похож когда купили газонокосилку то после покоса сидели с мужем на крылечке выдыхали запах скошенной травы и радовались вот какой должна быть дача трава простор тишина свежий воздух а потом ирина посадила ноготки привезла коллекцию герани на следующий год на рассаду цветы посадила муж делал маленькие грядки огурчики посадил и вдруг стали на глаза садовые центры попадаться в общем пошло и поехало в прошлом году она даже закончила курсы ландшафтного дизайна на курсах было дано задание нарисовать то что планируется и строго следовать по этому плану ну где уж там на рисунке было все разрисовано и расписано вплоть до растений а когда она ехала с курсов домой то по пути магазин начало весны саженцев семян видимо-невидимо попробую держись из того плана только форму клумбы и осталось набор растений вырос их и сама покупала и мама дала и знакомые в этом году и парник с мужем сделали начинают есть урожай думаю многим эта история знакома вот и семья марина похоже заболела дачной болезнью марина не надейтесь эта болезнь не лечится а с годами только прогрессирует никакие прививки уже не помогут глядишь и на прудик скоро замахнетесь удачи вам а вот у василиса который живет в латвии недалеко от города ливана прудик уже есть да еще какой симпатичный земельный участок семье василиса достался больше 30 лет назад сначала это был огород в 90 он очень помогал выжить потом молодые яблоньки подросли дали тень и огород перенесли в другое место теперь это не необходимость а скорее увлечение а вокруг яблонь постепенно разбили декоративный сад в основном это красиво цветущие кустарники и многолетники всего василиса насчитала 118 названий растут растения группами так удобнее их обкашивать и ухаживают а кремленные композиции тротуарной плиткой есть саду прудик болотца с клюквой голубикой и лесной земляникой есть аптечный огородик зона отдыха с кострищем зона релакса с качелями в центре делают беседку заплетет ее девичий виноград и отличное место отдыха получится сад организм живой развивающиеся в нем постоянно что-то происходит меняется есть куда приложить руки и фантазию считает василиса и я с ней конечно же полностью согласна оксана уютова живет в самарской области свою дачу они называют любимой даченькой есть небольшой огород муж грядки и дорожки делал сам клубника и земляника замульчирована еловым опадом а смородина шишками красиво почва всегда влажная и сорняки не растут вкус гортензии растет в корзине корзина тоже сделана золотыми руками супруга из веток ивы ракарий еще один красивый уголок на участке все растения после высадки засыпают декоративным камнем когда в семье единомышленники да с хорошими руками все так и спорится переносимся в ивановскую область город шую сюда нас пригласила екатерина ларина всего год назад ее семье достался от дедушки заброшенный огород в котором они теперь и наводит порядок по мере возможности сами знаете как это бывает в таких случаях не знаешь за что и хвататься тут уж не до дизайна и все же первые шажки уже сделаны оформлена круглая клумба обод которой застелен укровным материалом от травы и выложен дубовыми спилами покрытыми специальной защитной краской акватекс оставшиеся не укрытые места планируют засыпать мелкими камушками заброшенный угол на границе с соседскими постройками тенистые и влажные но она старается создать там приятный уголок где есть качели и детская песочница а объект телега с корытом поставил муж эти вещи также нашлись в заброшенном хозяйстве удачи вам елена дальнейшем освоении территории свой скромный вклад в общую копилку садового дизайна хочет внести елена буйдукова проживающая в городе волоколовске московской области и ей достался после родителей небольшой участок и хотела сделать красоту и вот ее задумка небольшие ограждения для клумба буквально из подручных веток малины ясеня проникшего незаконного город и других веток посадила анютины глазки кажется им понравилось весной уже оплела клумбу побольше и ветки пошли и вовы и его считается лучшим материалом для плетения растет как правило у воды в качестве опорных колышков купила бамбуковой палочки нарезала нужной длины высота ограждений плюс 15 сантиметров для заглубления в землю и вторая клумба готова туда посадила гортензии специально для них старалась в других участниках конкурса елена не видит конкурентов просто как и другие захотелось поделиться благодарит остальных за интересные идеи спасибо елена для новичков ваш опыт конечно же пригодится в каждом выпуске есть какие-то необычные участники и эта группа не исключение и так в конкурсе участвует не просто сад от детский сад номер 21 расположены в нижегородской области под трогательным названием кораблик а представляет арт-объект и руководитель садика вигура ирина валентиновна которая по всему видать очень любит свою работу на прогулочном участке вместе с родителями воплощены самые смелые идеи уголок леса с лесными жителями чудо остров на котором живет дружная семья обезьянка зебра и жираф цветники грибная полянка с жужжащим миром и цветник под парусом где вместо морских волн мы видим сказочные цветочные и представьте есть кому за всем этим присмотреть во все глаза следующий участник лариса живет в пригороде анапы у нее многодетная семья домик и другие постройки старенькие что-то переделывать пока нет возможности поэтому старается лариса украсить участок своими силами камни собирали по полям до полугам прудик сделали из тракторного колеса и пленки а так и не скажешь даже с фонтанчиком получился большую часть цветов вырастила из семян теперь с ранней весны участок утопает в разноцветии природные камни на мой взгляд здесь очень красивые а с деревом в этих местах напряженно но лариса со своим семейством люди смекалисты умеют у природы взять все дары зимой собирают ветки которые штормом выносят из моря из них и мостик через сухой ручей соорудили и колодец а ручей-то какой интересный совсем сухим его не назовешь ручей впадает в прудик перлогу из веток орешника делала а вот здесь у беседки дерево это хурма которая выросла из косточки и теперь дает шикарные плоды есть и уютный уголок с качелями и даже есть место для рыбалки не хочется уходить от вас лариса но нас еще ждет оксана севкова дача которая находится в трехстах километрах от питера долго сомневалась оксана участвовать или нет так как перевоплощением ее королевство занимается одна своими маленькими ручками и движется не так быстро как хотелось бы но это отчий дом она там выросла и тянет туда не по-детски сейчас дом не жилой но со временем планирует построить новый а пока отрывается на цветочках из таких вот дебри где ежик не пролезет усилиями оксаны получился открытый плацдарм для посадки красоты сукат яблони тоже пригодился ошкурила покрасила и теперь будет вице клематис очень много задумок но пока это в планах материально не разбежишься но она верит и действует а теперь внимание на мой взгляд просто бесценный мастер-класс от оксана для начинающих но до чего только не додумается наша женщина она сама делает бетонные кирпичики для обрамления цветочных клуб заливая раствор цемента куда бы вы думали в коробке из-под доширака и похоже у нее тут целое производство вот так оксана вот так молодец обязательно нужно попробовать и прежде чем вы побежите месить цемент не забудьте проголосовать за наших участников напоминаю прием заявок продлится до 15 июля электронная почта на которую можно высылать свои фотографии под роликом с вами была Вероника Поливкина удачи